В канун Нового года и Католического Рождества в общественно-культурном центре прошло праздничное представление для воспитанников Брестского отделения Республиканского общества «Дети в беде». Уже в пятый раз учреждение культуры радует малышей и взрослых сказочным спектаклем и волшебной красавицей-елкой. Праздник получился ярким и красочным. По словам председателя Брестского отделения Елены Галыш, подобные мероприятия помогают больным детям найти свою маленькую радость, а также поверить в то, что рядом много заботливых и искренних людей. Это такой очень большой праздник добра, милосердия, радости, которые, я говорю, это у нас уже традиционный. И все мы ждем его и верим в чудо, конечно, потому что вот в такие дни, оно и происходит чудеса. Чудеса, когда дети видят, что вокруг очень много добрых, милосердных, отзывчивых людей, и поэтому о них помнят, о них заботятся, им желают здоровья, самое главное. Поэтому это радость. А радость – это главный и важный компонент – это выздоровление ребенка. Зрители вместе с актерами совершили уникальное путешествие в сказочную страну, на бал к царю Еремею. Спектакль не оставил равнодушными ни взрослых, ни детей. Ребята и их родители с увлечением наблюдали за тем, как Баба Яга с Кощеем пытались перехитрить главного зимнего сказочника Деда Мороза. Представление подарило массу положительных эмоций всем гостям. Свой вклад в общий праздник внесли и верные помощники областного отделения Республиканского общества «Дети в беде» – студенты психолого-педагогического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина. Мы не первый раз принимаем такое участие. Мы каждый год ездим в Гобрин и работаем с такими детьми. Мы делаем им представления, делаем даже мастер-классы различные. На самом деле я люблю общение с детьми и мне не составляет никакого труда. И неважно, насколько это здоровый ребенок или какие-то физические отклонения у него. Мне главное – общение с этим ребенком. После представления из зрительного зала все отправились в фойе, где вокруг елки водили хороводы, пели новогодние песни, рассказывали стихотворения и отгадывали загадки. Атмосфера тепла и уюта, спокойствия и умиротворения дарила каждому участнику праздника ощущение радости. А дискотека под всем знакомые и любимые зимние песни стала настоящим генератором огромного количества положительных эмоций, которые гости обязательно пронесут до следующего Нового года.